Прищепа Моя Ивановна, она ассистентка кафедры отологии и теракарной хирургии в Манике. Тема «Острый живот в практике врача и врача на герой». Уважаемые сопредседатели, уважаемые коллеги, на закуску я надеюсь, что я вас очень сильно не уморю своими знаниями, потому что каждый из присутствующих здесь лекторов, конечно же, хотел за короткий срок превратить каждого из вас в суперспециалиста своей отрасли и пытался донести до вас все то, что знает мировая медицина в его сфере, ну и плюс свой личный опыт, который, конечно, с каждой позиции, с каждого лектора обязательно должен обладать семейный врач. Ну, опять же, хоть прошло и более века, но по-прежнему высказывание доктора Вегнера «Я и мое поколение воспитано в страхе перед Богом и перед Амитом» остается верным, да, и остается основным из стихских пунктов, который сидит в голове у каждого специалиста. Что ж такое острый живот? Под острым патентом острый живот объединяет ряд хирургических заболеваний, которые имеют общие клинические признаки. Это весь сигнал о смертельной опасности, для ликвидации которой может потребоваться срочная операция. Неоправданная задержка диагностики и лечения отрицательно влияет на исход заболевания. Какие же существуют ли факторы риска, которые могли определить данную группу пациентов? Поскольку в данную группу входит очень много различных заболеваний и состояний, то факторы риска не выделяются. Принято выделять группу пожилых людей и детей, имеющих ряд анатомо-физиологических особенностей и клинических особенностей для трактовки тех состояний, которые с ними происходят. Так что ж такое острый живот и каким, да и что мы называем термином острый живот? Под термином термин применяют только в рамках предварительного диагноза. Необходимо стремиться к уточнению диагноза и по возможности не употреблять термином острый живот. Но в огне больничных условий, особенно в сети врача общей практики, это не всегда удается. Но это не всегда удается и даже очень опытным врачам. Сложность и трудность диагностики различных заболеваний острых органов брюшной полости состоит еще и в том, что их приходится дифференцировать не только между собой, но и с рядом других заболеваний, особенно у детей, при которых могут наблюдаться симптомы, напоминающие острый живот. Вот на данной табличке, представленной по классификации, по, скажем, Савелия, вообще 2006 года, какие наиболее часто заболевания, да, приводят к, или, так сказать, могут симулировать и могут проявляться симптоматики острого живота. Как видите, это и патология органов грудной клетки, и острый коронаврный синдром, про который мы сегодня слышали, очень много различных вариантов. Это и проявление легочных изменений в виде пневмонии, пневмонии, пневмоторакса, и каких-то пневмоний, так сказать, заболеваний. Это заболевания органов малого таза, про которые мы сегодня тоже очень много, что мы слышали. Ну и, конечно же, огромное количество, да, заболеваний и состояний органов брюшной полости. Значит, какие факторы существуют, да, которые не помогают нам проводить дифференциальную диагностику острого живота, а наоборот, затрудняют нам и так сложный вопрос дифференциальной диагностики вот всех этих заболеваний. Значит, у врача общей практики, как у врача скорой помощи, нет времени, да, много для того, чтобы, как сказать, долго понаблюдать за пациентом. У него не всегда есть какие-то специальные методы дополнительной диагностики, ни лабораторной, ни ультразвуковой, ни рентгенологической. Ну и, в общем-то, одно из самых, наверное, трудных – это опыта, так сказать, дифференциальной диагностики заболеваний и патологий хирургической не всегда, и чаще всего отсутствует у врачей нехирургического профиля. Значит, соответственно, нам бы хотелось бы увидеть какие-то алгоритмы или какие-то правила игры, которые помогли бы нам все-таки отдифференцировать, где есть хирургические патологии, которые требуют, так сказать, оказания экстренной хирургической помощи, а где, да, пациент остается терапевтическим. Ну так вот, в настоящее время отсутствуют какие-либо алгоритмы, какие-то научно обоснованные, да, так сказать, особенно, которые были бы созданы для врачей общей практики. Значит, что же мы, как мы будем все-таки свою диагностическую мысль направлять, что у пациента все-таки есть симптомы острого живота, и как-то к нему надо относиться, как изначально экстренному или неотложному пациенту. Ну, в первую очередь, мы с вами будем оценивать симптомы, да, клинические и признаки острого живота. А это, в первую очередь, острое начало заболевания, и это появление острых, постоянной, високкообразной боли по всему животу или в каком-либо его отделе, так называемая абдоминальная боль. Дальше мы с вами, так сказать, смотрим или оцениваем, есть ли у пациента тошнота или рвота, какая она, какой характер она имеет, приносит ли облегчение, с чем она связана, как давно она проявляется. Опять же, мы с вами обратим внимание на то, есть ли у пациента задержка стула или прекращение отхождения кишечных гладов, а в этом случае мы с вами примем внимание и наличие фоноса, то есть какие-либо изменения со стороны, скажем так, выделительной системы. Мы опять же с вами посмотрим не только, как внешний пациент выглядит, но и оценим, да, есть ли у пациента ограниченное распространенное напряжение мышц брюшной стенки вплоть до скообразного. Ну и, конечно же, определим, есть ли у данного пациента симптомы раздражения брюшины. Главное помнить, что одни и те же симптомы, боль в животе, тошнота, рвота, симптомы раздражения брюшины могут иметь разное происхождение. И поэтому вопросы, на которые мы с вами должны ответить при синдроме острого живота, это первое, что болит, второе, почему болит, и третье, есть ли угрозы жизни больному в данный момент. То есть если у нас время подумать, да, провести какую-то дифференциальную диагностику, либо пациент, да, нуждается, как уже многие сегодня сказали, в экстренной госпитализации без дополнительных ростов. Значит, для того, чтобы опять же ответить на эти вопросы, поскольку алгоритму какого-то специального нет, есть рекомендации. И рекомендации, в первую очередь, по сбору анамнеза. А мы с вами прекрасно знаем, что основное орудие врача общей практики, как и очень многих врачей, да, это полноценно собранный анамнез. Недаром же стали врачи говорили, собранный анамнез, это 80, а то и 90 процентов правильного диагноза. Вот в данном случае это имеет, как никогда, очень важное значение. И мы с вами должны выслушать жалобу больного, да. Как бы он и долго, там, может быть неприятно для нас, так сказать, не очень понятно для нас, так сказать, из локалов, да. Но иногда его жалобы даже сумбурные могут натолкнуть нас на правильный диагноз. Второе. Мы должны с вами оценить начало заболевания. Сколько времени прошло с момента заболевания. Изменилась ли симптома за этот период. Тем более, что мы с вами прекрасно понимаем, что у нас нет очень много времени, чтобы подобретать самим за пациентом. Поэтому можем только у него выяснить, как он считает, что с ним происходило за вот какой-то там определенный промежуток времени. Мы должны выяснить обстоятельства предшествующих заболевания. Что мы можем узнать? Наличие или отсутствие какого-то травмирующего фактора, нарушение диеты, наличие или отсутствие обморока. И про все про это вы тоже сегодня уже долгие, долгие часы выслушивали от каждого из выступающих на этой тревоге. Опять же, мы с вами должны узнать, есть ли заболевания живота, такие как, так сказать, язву жерудка, колецистит, грыжа, были ли перенесенные операции. Потому что каждое из этих каких-то, так сказать, минимальных напоминаний в анамнезе опять же может помочь нам, да, направить свою диагностическую мысль в правильное русло и возможность спасти жизнь больного. Опять же, мы с вами должны выяснить, были ли подобные приступы раньше, да, и как они проходили сами, либо купировались с чем-то, и чем данный приступ, например, отличается от тех, которые у пациента были раньше. Конечно, нам важно узнать эпидемиологический анамнез, потому что, опять же, предыдущие ораторы очень много говорили о том, что есть многие заболевания и состояния, которые проявляются абдоминальной болью, и те же самые инфекционные болезни, которые привозятся сейчас все больше и больше из различных стран до ближнего и дальнего зарубежья. Опять же, нам очень важно, какие лекарственные препараты принимают пациенты, и что меняется в состоянии их приема. И опять же, опять же, обращусь ко всем предыдущим ораторам. Почти каждый из них рассказывал про нестероидные противовоспалительные препараты, почти каждый из них рассказывал про резистентность к антибактериальной терапии, да, и о том, что происходит. Опять же, не буду повторять то, что каждый из нас уже выслушал, начиная там с 10 утра до сегодняшнего года. Значит, когда мы как-то для себя определили анамнез, хорошо бы определить, да, все-таки у пациентов конкретизировать, где же эта боль расположена. То есть, конечно, нам очень бы хорошо определить, что это. Это гастральная область, либо это мезогастральная область, либо это гипогастральная область, потому что в зависимости от того, где пациент локализует характер своей вдоминальной боли, ну, как-то мы можем, сказать, более-менее, в принципе, определенной степени достоверности, лоцировать те органы, которые расположены в данной зоне, и от заболеваний которых мы с вами можем говорить. Значит, ну, посмотрели, да, оценили боль. Дальше мы с вами включаем, значит, с вами глаза, уши и, возможно, физикальные обследования. И они точно так же не отличаются от всех остальных, о которых вам говорили предыдущие араты. Нам надо оценить общий состояние больного, да, обсмотреть. Сознание есть, нет, какое оно. Увыск, артериальное давление, температуру. Значит, провести внешний осмотр, пациент находится в каком положении, вынужденном, посмотреть, какой у него цвет кожных покровов, бредный, желтый, зеленый, значит, сухие кожные покровы, или, наоборот, повышенной влажности. Оценить состояние языка, да, какой, опять же, язык, влажный или сухой, чистый или с налетом, цвет языка, да, наличие трещин. Привести внешний осмотр живота, первую очередь посмотреть, участвует ли он в акте дыхания, да, симметричный он или асимметричный. Мы с вами можем, например, увидеть признаки свободной жидкости брюшной полости, либо наличие дрожжевых выпячиваний, которые как-то, так сказать, асимметрируют или делают брюшную стенку не такой, как в которой должна быть. Ну, а потом уже мы с вами включаем свои чувствительные, тактильные ощущения и проводим пальпацию живота. И под своей пальпацией определяем, где болезненность, то есть где болит, да, и есть ли в каком-либо месте, да, напряжение мышц живота, и есть ли на брюшной стенке так называемые, да, симптомы раздражения брюшины, то есть патологические симптомы. И, конечно, оценить аускультативно, есть перистальтика кишечника, либо ее нет. Значит, важно помнить, что нормальные температуры тела не исключают патологического процесса в животе. И мы с вами прекрасно знаем, особенно когда речь идет о пожилых людях, об этом сегодня тоже очень много говорили, что они ареактивны, что у них бывает, что нет лихорадки, а болезни, да, сколько хочешь, и очень серьезные. То же самое, если мы говорим про детей, да, у них наоборот бывает очень высокая лихорадка, который совсем не говорит о том, что у них там случилась какая-то катастрофа брюшной полости. То же самое про рвоту. Не всегда наличие рвоты, даже многопратный или обильный, является симптомом острого живота, потому что рвота может быть рефлекторной, связанной с интенсивной боли, при почечной и печеночной боли. Об этом нам тоже сегодня некоторые говорили. И, соответственно, часто не сопровождаются тошнотуры. Либо, возможно, рвота центрального характера, особенно у детей, да, с лихорадкой. Значит, ну, как опять же повторюсь, что помимо всех клинических проявлений, для того, чтобы все-таки определить, вот данная группа нарушений относится к все-таки патологии брюшной полости хирургических, нет, да мы основываемся, в первую очередь, на пальпацию брюшной стенки и на выявлении так называемых патологических симптомов. Их очень много. И у каждого доктора, особенно, так сказать, хирурга, всегда есть какие-то свои безлюбленные симптомы, которым он больше доверяет. Но если говорить о врачах общей практики, то, в общем-то, все придерживаются к определенному стандарту. То есть что нужно проверить? Так называемый симптом щеткина-блюнберга. В чем он заключается? Мы медленно надавливаем на брюшную стенку, а затем резко отпускаем кисть руки. Если боль усиливается в момент отпускания руки, мы говорим, да, есть симптом щеткина-блюнберга. Значит, кто-то из докторов, да, больше верит к симптому воскресенства. Либо по-другому это называется симптом рубашки. В чем он заключается? Левой рукой натягивает рубашку больного, а кончиками пальцев правой руки с умеренным надавливанием на брюшной стенки соскальзывают из области эпигастрея в правую подвздошную область, не отрывая руки от брюшной стенки. И вот при этом соскальзывании, да, пациент говорит, вот там наверху мне не больно, а вот вы когда вот вниз идете, у меня сразу все больнее и больнее. Вот этот симптом рубашки, да, считается, так сказать, очень частым и наиболее информативным для того, чтобы за подозой пациентов перелучить воскресенье медицин. Симптом Севковского, в чем опять же он заключается? В положении на левом боку, да, появляется или усиливается боль в правой подвздошной области. И тоже этот симптом считается очень часто встречающимся, особенно у детей или у пожилых людей, которые могут сами на боль не жаловаться, а при повороте на левый бок эта боль появляется или усиливается. Ну опять же, так сказать, симптом Ортнера, который хорошо известен терапевтам и хирургам, это болезнь из предпоколачивания ревром водами по правой рёдерной дуге, которая может нам говорить о том, что у пациента есть какая-то патология, скорее всего желчевыводящая система, и мы с вами будем искать до признаки или наличия острого холецистита, терапевтозного или некерапевтозного. Ну и симптом Декеравена – это притупление терапевтурного звука в отлових местах, который говорит нам только об одном, что в урежной полости есть свободная живность. И наша с вами задача определить, почему она там взялась, да, откуда. Она там от того, что у нее это компенсация терапевтических заболеваний, либо это всё-таки проявление, да, так сказать, острых хирургических патологов. Значит, проведя вот этот комплекс обследований, конечно, опять же, как сказал предыдущий оратор, надо всегда исключать патологию репротивной системы. И для этого мы с вами имеем в арсенале очень простые способы. У женщин проводится либо гинекологический осмотр, либо самое простое, да, если у вас есть, так сказать, возможность и время, да, проводить дифференциальную диагностику, это определение теста на беременность, которое может предоставить дополнительную информацию о том, что происходит с женщиной. Опять же, необходим выходным гинекологический осмотр при оценке боли внизу живота у женщин дефрогротивного возраста. У мужчин также важны обследования личики предстательной железы с помощью ректального исследования. Но какие-то исследования мы с вами не проводили, целью ректального исследования чаще всего является не диагностика тех болезней, да, которых в голове, наверное, у уролога, у гинеколога значительно больше, чем у врача общей практики. В первую очередь мы с вами должны определить, есть ли у пациента мелена или нет, то есть на перчатке пал черный или нет. Если мы с вами видим мелену, то мы с вами будем говорить об экстренном состоянии, в виде кровотечения из желудочно-пишечного тракта, и на этом вроде как наш с вами дифференциальный диагностический рект в определенной степени закончится, потому что пациента мы сразу будем отправлять в хирургический стационар. Лабораторная оценка. Обычно лабораторную оценку включают клинические анализ крови, исследования гетеролики в крови, функции печени, почек, амилазы, люпазы, общий анализ мочи и сердечные ферменты. Но лабораторная диагностика сама по себе не предполагает постановку диагноза, потому что лабораторные исследования не заменяют сбора анамнеза и клинического осмотра. И только подсчет лейкоцитов, и любой вариант каких-то лабораторных отклонений не позволяет исключить острую хирургическую патологию. Дополнительные методы диагностики. Если они у нас в арсенале есть, состояние пациента позволяет провести это на дохоспитальном этапе, конечно, мы с вами будем проводить ультразвуковое исследование для того, чтобы подтвердить или наоборот не подтвердить заболевание печени и желчеводящих путей. Если мы с вами хотим исключить острую хирургическую непроходимость, мы произведем обзорную лентгенографию брюшной полости. Если мы с вами хотим исключить острый коррогатный синдром, мы с вами обязательно сделаем электрокардиографию. Если мы хотим исключить заболевание легких и бревок, мы сделаем генографию в органах кровной крепки. Но опять же, даже если мы с вами пациента, как мы говорим, засунули в компьютерный тонограф и просветили его сверху донизу, и не нашли у него никакой патологии, это не говорит о том, что ее там нет. То есть ни один способ выполнить диагностики на 100% не позволяет исключить острую хирургическую патологию брюшной полости. Вот что мы можем увидеть при лентгенографии грудной крепки. Ну, во-первых, мы можем увидеть анти-указку, это какой патолог? Центральная кнопка. Вот посмотрите, да, вот кукол диаграммы, под кукол диаграммы виден сердце воздуха, то есть наличие свободного воздуха в брюшной полости. Да, это считается кипичный рентгенологический признак да, к рефорации улового гормана в брюшной полости. При таком генографии мы можем увидеть для наличия глиммонии, да, геомоторокс или каких-то плеуральных осложнений. И тогда, да, вот вам диагноз, который, так сказать, нам будет понятен. Либо мы с вами произвели отцовную рентгенографию брюшной полости и увидели множественные уровни, которые говорят о том, да, что у пациента есть однозначное явление кишечной непроходимости. И опять же, вот, так сказать, тот диагноз, который мы хотели бы предположить или поставить, да, нам рентгенологи помогут, да, отличить на эту локацию. Но, да, опять же повторюсь, какой бы способ диагностики бы ни брали, да, к сожалению, ни одного способа диагностики, которых вот сделал, да, и теперь им винов диагноз поставил, нет такого. Поэтому диагностическая визуализация не может заменить сбор анамнеза и физикальное обследование. И если вы клинически, да, у вас клиническое впечатление о том, что необходимость операции очевидно, то есть вы руку на живот положили, а там доскообразный живот, то не нужно пациенту производить какие-то дополнительные способы диагностической визуализации, так сказать, либо вызовет хирург на консультацию, либо просто направлять пациента в то учреждение, в котором он должен оказаться, не тратя времени на дополнительное обследование и дополнительную визуализацию. Значит, вот все, что я вам говорила, да, особенно для врача общей практики, конечно же, так сказать, дифференцировать острые хирургические заболевания брюшной полости надо, но это не всегда просто, как я опять же повторюсь, даже для специалистов очень высокого уровня и большого опыта работы. Для врача общей практики в первую очередь необходимо дифференцировать это абдоминальная боль или это псевдо-абдоминальная боль. То есть, что мы видим? Мы видим пациента с патологией органов брюшной полости либо это сердечный седрон и клеверо-лёбочный седрон, потому что больные с абдоминальной болью пойдут к хирургам, а больные с терапевтической патологией пойдут к терапевтам. Значит, ну опять же, как бы мы с вами не дифференцировали, опять вернёмся к той табличке, о которой я говорила, когда мы говорим где болит, что болит, а главное, в каком виде пришёл к вам пациент. То есть, при оценке его внешнего вида вы в первую очередь определяете, есть у вас время и необходимость в дополнительном обследовании или нет. И вот эти, так сказать, это время, опять же, как говорили тут многие доктора и практически специалисты любого уровня существуют критерии и экстренности, да, которые и составляют, кто говорит, там, красные флаги, кто там говорит, красный коридор, как угодно. Но это то, да, что уже неоднократно сегодня звучало с этой трибуны в виде различных слайдов. То есть, какие, да, состояния, угрожаемые по жизни и на которые надо немедленно доопликаться. Это гипотония с уровнем артериального давления ниже 90 мм в ступну столбах, спутность или нарушение сознания, признаки шока, общие тяжелые состояния и проявления сексиса, признаки обезвоживания, наличие дискообразного живота, совершенно неподнежное положение пациента или пациент порчится обори, отсутствие измененной кишечной шумы, отмечается непроизводное напряжение живота, то есть, как столь выраженное напряжение раздражения брюшины, болезнь живота при перкуссии, что является тоже косвенным признаком или симптомом раздражения брюшины, работа кровью и вилена при подтверждении последнего при пульцевом препаратном исследовании. И, конечно же, мы с вами в первую очередь должны заподозрить или исключить нехирургическую причину боли в животе. Ну, как видите, да, так сказать, это все, да, много болезней, да, это, так сказать, есть стандарт, наверное, обследование и лечение любого пациента. Ну, и опять же вернемся к тому, да, что все это верно, все это правильно, но у пожилых пациентов все то же самое, но еще сложнее, потому что у них вот эта боль, она может длиться не остро, а в течение недели. И вот считать, что для пожилых людей острая боль это та боль, которая продолжается менее одной недели. Значит, соответственно, эти жалобы могут быть минимальны, клинические проявления могут быть минимальны, они носят весь специфический характер, то есть такие же, как при любом другом состоянии или другом заболевании, как терапевтическом, так и хирургическом. И когда мы с вами видим пожилого человека с минимальным количеством жалоб, да, и с очень скудной, да, картиной физикального обследования, конечно, мы все равно с вами включаем более широкий спектр заболеваний, в первую очередь нарушение сердечно-сосудистой системы. Опять же, мы с вами прекрасно знаем, что если боль в животе у живого человека, что мы думаем, безентральный тромбоз, либо там какая-то тромбозка, это ракетическая аневризма брюшного отдела аорты, нарушенная или не нарушенная. Поэтому пожилые люди, да, да, так сказать, которые все равно приходят без длительной задержки, потому что они сами не хотят идти к доктору, либо их никто туда не приведет, потому что свои ноги не дают, они боятся в больнице, они боятся, так сказать, умереть, они отказываются от констабилизации, но это, в общем-то, все равно постановится нашей проблемой, поэтому, как я, опять же, многие предыдущие лекторы хочу обратить ваше внимание, что с пожилыми людьми, да, вот этот внешний осмотр, жалобы и прочее должны проводиться более тщательно и более внимательно. То же самое касается детей, да, помимо того, что у детей немножко хронической картины наоборот протекают гиперреактивно, следует помнить о том, что для детей в разной возрастной группе характерны различные заболевания. Вот они здесь на пабличке представлены, какие заболевания в какой возрастной группе наиболее часто встречаются и какие заболевания требуют дефиленциальной диагностики друг от друга. Как видите, здесь есть и острых хирургических заболеваний, инфекционные и терапевтические. Таким образом, поскольку вроде как единого алгоритма диагностики острого живота нет, но тем не менее мы с вами этот алгоритм держим в голове и он заключается в том, что мы должны внимательно опросить больного или родственника, мы должны пропортировать и выслушать живот, мы должны измерить пульсы артериальное давление, провести лектор кардиографические исследования, ректальные исследования, рентгенографиру на брюшной полости, узелковой брюшной полости, получат малого таза для выявления свободной живкости. И, соответственно, если мы с вами подразумеваем или выявляем признаки истинного абдоминального синдрома, пациент должен оказаться у хирурга. Если мы выявляем псевдоабдоминальный синдром, пациент должен оказаться либо у терапевта просто, либо выявлений гастроэнтерологии. Какая неотложная или срочная помощь возможна у пациентов с острым желатом? Первая неотложная помощь, срочная консультация специалиста и хирурга, если он есть, если его можно позвать. Значит, соответственно, если его нет, то мы с вами больного транспортируем в тот стационар, где есть данный специалист, который и ответит на вопрос, первую пациенту. Есть у пациента острая хирургическая патология живота или нет? И вот до транспортировки мы с вами пациента должны уложить, чтобы уменьшить боль, можно положить на живот больного пузырь с льдом или с холодной водой. Принято, посмотрите, если болевые ощущения нестерпимые, но если пациент не способен справиться с болью, то применение каких-либо медикаментов категорически запрещается, так как их действия изменяют клиническую картину заболевания. Что мы с вами еще не должны делать? Мы не должны пациенту давать еду и питье, мы не должны с вами промывать жировок, мы не должны назначать нестероидные противовоспалительные препараты в качестве боли и боления, мы не должны с вами назначать слабительные призмы, и то пояснение диагноза не рекомендуют назначать антибактериальную терапию. Лучше, конечно же, лечить больного теплом, прогреванием или какими-либо тепловыми процедурами. Значит, соответственно, если мы с вами имеем хорошо оснащенную амбулаторию или, как наши рассказывают, что у них стационар, в котором они могут оказывать достаточно широкий спектр медицинской помощи, то мы пациенты, естественно, находятся в тяжелом состоянии кислород, мы наладим внутривенное введение жидкости при наличии оборудования, при наличии признаков шока, мы с вами должны немедленно начать инфузию для того, чтобы вот эту гипоулемию восполнить. Опять же, при наличии наруков поставят на гастральный зон, если эти навыки есть, а если это делается один раз в жизни, то лучше этого не делать, потому что вы можете установить и на гастральный зон, получить еще более серьезные заболевания, чем то, с которым вы имеете пациента на данный момент. Значит, можно ли назначать противорвотные? Желательно, опять же, не назначать и их, но если рвота столько, сказать, серьезно и другого способа как-то помочь пациенту нет, то возможно применение или метоклопромида или бондосатрона. Опять же, если она у вас есть под рукой, за ней не надо никуда бежать, вы точно знаете, что это надо, а не просто транспортировать пациента в нужное место, чем быстрее, тем лучше. При доступности к консультативной помощи надо организовать срочную консультацию уролога-гинеколога, потому что количество урологических и гинекологических болезней, которые требуют диагностики, опять же, немало. Ну, я на этом закончила, могу вам сказать одно, что в принципе, поскольку нет каких-то клинических рекомендаций, они есть рекомендации по лечению каждого конкретного заболевания органа брюшной полости. Вот, по крайней мере, мне попалась доступная методическая рекомендация, как видите, уровень доказательности Д, который утвержден в 2014 году в Ростове-Недорном, утвержден он для врачей общей практики, и называют эти рекомендации «Боль в желоте». Я думаю, что если вы ее почитаете, то вы найдете там при себя много интересных и полезных, в первую очередь, клинических и организационных моментов. Л rejections. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо.